В середине июля в средней полосе России зацветает липа. И на нее немедленно слетаются тучи разных насекомых. Здесь мы покажем только нескольких, которых мы увидели за короткое время. Поскольку насекомых больше миллиона видов, то определить их до вида по видео невозможно. И я чертовски благодарен тем специалистам, которые определили их для меня хотя бы до семейства. Хотя кого-то и до вида. Поехали! Земляные шмели. Самые часто встречающиеся и эффективные опылители. Волоски на теле очень хорошо собирают пыльцу и переносят ее от цветка к цветку. На задних лапах видны дополнительные мешки с пыльцой, желтые. Оранжевая брюшка у других видов шмелей. Либо большого, либо малого каменного. Меда шмели дают мало и он довольно жидкий. Медоносная пчела попадается гораздо реже, чем с шмели, видимо потому, что вид гораздо более капризный. Хотя меда дает гораздо больше. Черемуховая горностаевая моль. Раз в несколько лет ее гусеницы объедают листья черемухи и опутывают их паутиной. А взрослая насекомая интеллигентно опыляет липы. Комары. Вообще-то они питаются нектаром. И только когда женским особям приходит пора откладывать яйца, они сосут нашу кровь. Бабочка под названием «Глазок черно-бурый». Журчалка имитирует осу. Бабочка из семейства пяденец. А это мягкотелки. Но они не опыляют липу, а просто спариваются. Долго и печально. Ну и далее всякие твари совсем непонятны. Субтитры создавал DimaTorzok. Добавил субтитры создавал DimaTorzok